Исторический момент, как Барнаул отмечал победу сборной России над Испанией. Коммунальная ловушка, тарифы на жилищно-коммунальные услуги снова выросли. Новый год посреди лета, как иранцы и тюрки отметили в Барнауле свой национальный праздник Навруз. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Безусловно, главная новость последних часов – победа сборной страны по футболу. Россияне в драматичном матче, где было казалось, все обыграли грозных испанцев. В числе тех, кто помог отправить красную фурию домой, был и наш барнаульский спортсмен Александр Ерохин. Вот так! Россия! 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 Александр вышел на замену в первый уже дополнительный тайм на 97-й минуте. К тому моменту основное время матча завершилось в ничью 1-1. Наш земляк с таким появлением вписал свое имя в историю футбола. Он стал первым в мире игроком, который вышел на поле благодаря четвертой замене. Данное правило было принято на этом чемпионате мира. В итоге Ерохин общей картиной игры россиян не испортил. Однажды даже приземлил легенду испанской сборной Андреса и Есу. Но барнаульца не оказалась в числе тех, кто пробивал решающие пенальти. Правда, это лишь мелочь по сравнению с тем, что сборная России впервые вышла в четверть в финал чемпионата мира. К другим темам. Сегодня рано утром под барнаулом перевернулась Тойота. ДТП стало причиной многометровой пробки около поселка Солнечный. Подробности аварии пока неизвестны, но, судя по всему, машина врезалась в отбойник. Также очевидцы сообщают, что с водителем все в порядке на перевернувшейся Тойоте номера Республики Алтай. На месте работают сотрудники ГИБДД. За последние несколько дней в Край это не первый случай, когда машина вылетает с дороги. 28 июня на Заринской трассе между селами Сорочи-Лока и Бешенцево разбился бывший начальник регионального ОФСИН. Генерал-лейтенант Александр Семенюк проработал в ведомстве 17 лет. За время службы был награжден множеством медалей орденов. Александр Семенюк скончался в возрасте 67 лет. Прощание с ним прошло сегодня в храме Иоанна Богослова. Ливень и шквалистый ветер, что бушевали в краевой столице все выходные, нанесли вред Нагорному парку Барнаула. Большой слой грунта сполз прямо на набережную. Как пояснили специалисты, подобное происходит из-за обильных осадков. Напомним, первый оползень на Нагорном парке случился прошлым летом. Тогда это объяснили тем, что земле нужно время утрамбоваться. А на улице Попова шквалистый ветер снес остановку, конструкция опрокинула назад. Как видно на фото, крепилась к земле она всего лишь несколькими штырями. Но больше ажиотаж среди барнаульцев вызвали реки на дорогах. Лужами скрыла центр и частично спальные районы Барнаула. Возмущенные жители города активно делились в фото и видео в соцсетях и задавались вопросом, почему власти никак не решают проблему с ливневками. Подробнее об этом в вечернем выпуске. С июля платить за коммунальные услуги будем больше. Тарифы на воду, электричество, газ и прочие блага увеличились. Так, более чем на 5% выросла стоимость гигакалория у барнаульской генерации. За тепло платить больше придется и жителям, которых обслуживает МУП «Энергетик». С 1 июля подорожала холодная и горячая вода, а также водоотведение. Теперь за кубометр горяченькой, например, мы будем платить 138 рублей 63 копейки, что почти на 6 рублей больше по сравнению с предыдущим месяцем. Электроэнергия подскочила сразу на 4,9% для тех горожан, у которых установлены электрофлиты. Остальные будут пользоваться светом и прочими электроприборами, заплатив за киловатт в час почти 4 рубля. А с 5 июля в крае будет ограничено движение тяжеловесов по федеральным трассам, сообщают бийские рабочие. Ограничения действуют исключительно при жаркой погоде выше 32 градусов. О чем еще пишут журналисты изданий «Сибирской медиагропы» смотрите в обзоре. В вечернее, ночное и утреннее время с 22 до 10 утра, когда на улицах становится значительно прохладнее, тяжеловесы смогут спокойно передвигаться по дорогам. Мера по ограничению движения в жару, пишут журналисты бийского рабочего, распространяется на все федеральные дороги страны и должна помочь уберечь их от разрушения. Фрубцовский, главный бухгалтер Индустриального института, пользуясь своим служебным положением, похитила 4 миллиона рублей. Как сообщают корреспонденты московского комсомольца на Алтае, она перечисляла на свою банковскую карту бюджетные средства ВУЗа. В отношении главбуха заведено уголовное дело. Теперь женщине может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Кроме того, прокурор города в судебном порядке потребовал возмещения причиненного ВУЗа ущерба. А теперь приятная новость. В эфире одного из федеральных каналов скоро выйдет сюжет о Барнаульском зоопарке. Съемочная группа там уже побывала и узнала, как живется диким животным в месте, который начинался с птичьего двора. Директор зоопарка Сергей Писарев рассказал также, как в нашем суровом климате можно содержать лам, кенгуру и пеликанов. Когда будет телеэфир, пока неизвестно. Татьяна Голубева, наши новости. Две из трех главных наград краевого конкурса «Журналист меняет профессию» завоевали сотрудники сибирской медиагруппы. На днях в регионе подвели итоги проекта. На протяжении четырех месяцев журналисты разных редакций осваивали такие профессии, как мастер сухого строительства, массажист, столер, повар и другие. Корреспонденты рассказывали своей аудитории о том, как они осваивают навыки новой рабочей профессии. В свет вышло более двухсот публикаций. В финале конкурса авторам репортажей, которые успешно сдали квалификационные экзамены, вручили свидетельства об образовании. В корочке мастера от ресурсного строительного центра получил и наш оператор Алексей Фризин. Ну а победителям конкурса на память останутся также дипломы от краевого министерства образования и строительный «Оскар» из статуэтки в виде руки, держащей мастерок. Бронзовый «Оскар» присудили Анне Семина из комсомолки. Серебряный Анне Маковеева из «Аргументов и фактов». Золотой второй год подряд получил зам. шеф-редактора вечернего Барнаула Ярослав Махначок. Добавим, это был уже четвертый сезон проекта. Будет и пятый уверенный организатор. В систему среднего профессионального образования в этом году будет приобретено уникальное оборудование. На эти цели направлено более 80 миллионов рублей краевого бюджета. Мы приглашаем всех представителей средств массовой информации поработать на новом установленном оборудовании в профессиональных образовательных организациях в следующем году. Появится дистанционное обучение, дистанционное образование. Мы хотели его ввести уже в этом году, но не вышло. Появятся более экзотические профессии. То есть уже есть предложение выучить обвальщикам мяса, стюардессу, проводника поезда. Новый год отпраздновать никогда не поздно. Накануне в Барнауле иранские тюркские народы отметили свой национальный праздник – Навруз. Без марковского снега, но с июньскими лужами прошло празднование нового дня. Именно так с персидского переводится Навруз. В этом году торжество не было столь массовым, чем в прошлом. Но вопреки непогоде участники порадовали своих зрителей национальными песнями и танцами. Помимо выступления были организованы розыгрыши призов. Дети могли поучаствовать в соревнованиях. К завершению долгого поста мусульмане угощили гостей национальным кавказским блюдом – каурдак. Традиционное жарко из мяса, картошки и лука. Светский раут со скрипкой и ханом Алтаем. Накануне в бутик-отеле «Золотая подкова» состоялся закрытый показ фильма «Хранитель Алтая» эксклюзивно для друзей и партнеров журнала «Автограф». В лучших традициях бизнес-издания «Автограф» – приятная атмосфера, живая музыка, фотозона, общение и новые знакомства. Не обошлось и без подарков от партнера мероприятия – компании «БКС Брокер». «Приготовили как высокотехнологичные подарки, потому что мы себя позиционируем как передовой брокер технологичный. Приготовили зарядные устройства портативные, переносные, очень мощные. Также приготовили, так мы все-таки инвестиционная компания, приготовили инвестиционную монету». «Хранители Алтая» – это фильм о людях, которые знают сакральный край немного больше, чем все остальные. И через них каждый зритель смог прикоснуться к тайне. «Где бы мы ни находились, куда бы мы ни ездили, мы открываем себе какие-то собственные грани через новые места. И Алтай – это, на мой взгляд, самое подходящее место для того, чтобы проявить себя с разных сторон. Поэтому я еще раз благодарю организаторов за приглашение». «Мероприятие, которое проводит «Автограф», я не в первый раз уже участвую в таких мероприятиях, в том числе и просмотр нового фильма, мне всегда очень нравится, очень приятно, очень душевная атмосфера». Совсем скоро авторы фильма «Хранители Алтая» получат прокатное удостоверение. И уже осенью любой желающий сможет увидеть картину на больших экранах. Юлия Демидова, Андрей Печоркин. Наши новости. И в завершении выпуска «Погода» спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Дожди и грозы почти на всей территории региона. И по-прежнему тепло. В Олейске, Рубцовске, Белокурихе, Изминогорске до 23 выше нуля. В Бийске и Камни на Аби – 24, в Барнауле возможны дождь и гроза и 25 со знаком плюс. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова